всем привет я очень долго не записывал новые видео но недавно мне написал сразу два человека с просьбами разъяснить некоторые моменты по поводу видео урока 2010 года когда я вообще толком не понимал что я делаю да и записал я его просто чтобы хоть как-то кому-то помочь поэтому я решил ее все-таки переснять хотя до лета я ничего такого не планировал ну в общем начало точно такой же нам нужна рипнутая сцена в 3dx риппере мы ее открываем и перед тем как нажать кнопку ok я хотел бы обратить ваше внимание на это окошечко нам предлагается вести угол обзора и автоматический угол обзора что это вообще и что это значит вот угол обзора это от него зависит то будет ли модель иметь правильные пропорции или нет то есть зависимости от заданного параметра мы получим разные результат но давайте я для эксперимента вот у нас правильный размер 51 я виду 80 нажму ok сделаем центровку мы видим то что модель она как бы приплюснута немного да и поэтому в первом видео я делал объяснение что мол нужно ее расширить ну то есть изменить параметры скейла и сам не знал как правильно и довольно долгое время то есть такой ерундой страдал на самом деле все гораздо проще давайте сбросим сцену и импортнём сцену снова и используем уже стандартное значение ну то есть которая нам дает 3dx риппер давайте сразу очистим теперь вы видите то что модель получаем точно такой же размер и точно такие же пропорции то есть редактировать нам ничего не нужно и в этом большой плюс так как часть моделей из последующих частей является переделками из первой поэтому грубо говоря там работать долго не придется вот еще что я забыл обратить ваше внимание здесь вы можете видеть и такой бокс опции да если у вас допустим не экспортируется прицел или вообще вся сцена пустая 3dx риппер удаляет что-то из этого только из-за вот этих опций то есть если у вас допустим отсутствует линзы или стекла то нужно искать проблему вот в этих галочках ну или как вариант снять их все вот теперь мы удаляем все лишнее с нашей цены и оставляем только наш юсп 45 который я хочу портировать в код 4 из мв3 теперь мы экспортируем его и мы можем сделать теперь это двумя способами либо с помощью fbx формата либо по старинке с помощью obg ну я покажу лучше с помощью fbx поэтому давайте посмотрим что это нам даст но хочу обратить внимание чтобы экспортировать после экспорта obg вероятность то что мая 8 и 5 откроет этот файл ну очень мало поэтому самое оптимальное используйте версию мая старше 2009 или 2009 саму с них уже более-менее что-то началось нормально насчет этого ну вот мы получили нашу модель так сохраняем теперь ее как ма ну то есть у нас мая 2012 работает только как промежуточный такой знаете пункт между мая 3ds max и мая 8 и 5 почему мы сохраняем именно моя эски файл или ма потому что чтобы открыть файл более старшей версии то есть моя допустим binary моя 8 и 5 она его не откроет моя 85 можешь открыть только моя эски файл и больше ничего и то при определенных параметрах сейчас давайте обратим внимание какие перед тем как открыть сын давайте создадим проект я раньше никогда не уделял этому много внимания но очень кстати зря что есть проект проект указываем путь куда нам нужно сохранить проект у меня это папка games tools model export ok и название проекта давайте mv3 usp45 что дает проект допустим у вас есть какая-либо модель и к ней на ней уже установлены все материалы все текстуры ну и все такое прочее да то есть все то что нужно только на этой сцене и вдруг вам нужно перекинуть эту папку на другой жесткий диск к примеру и когда вы перекинете вы наверное заметите то что в итоге все материалы то есть пути к изображением то есть картам цвета картам нормали они ну не изменились они остались старыми и вам придется все это переделать что очень и очень долго то есть это вот один пример такой небольшой зачем нужен проект ну в любом случае храните для каждого допустим только для usp все вот в отдельных папочках намного удобнее то есть не создам установить и она уже будет автоматически создана поэтому мы создаем проект теперь нажимаем open send мы идем на рабочий стол потому что я сюда сохранил наш usp don't save вот он импортировался да если у вас будет писать ошибку при импорте проверки галочку ignore version она должна стоять здесь закрыть ну вот мы получили наш usp 45 в мае ну при нажатии допустим на клавишу 6 мы видим то что шейдер мод не работает почему это вот один из багов промежуточного такого этапа с мая 2012 поэтому материал нужно назначить повторно ну допустим один из стандартных пока мы не создали свой ну создаем быстренько так ламберт кидаем обычный ничто как бы не мешает такое ну вот мы кинули зададим сразу vertex color цвет должен быть белым это тоже обязательно потому что если вы этого не сделаете модель в игре будет у вас выглядеть черный далее идем в аутлайнер либо через эту менюшку либо через window аутлайнер то же самое display dark dark objects only ну выделяем все ниже мешей и просто удаляем то есть оно нам уже не нужно мы сейчас будем работать только с мешем и материалами перед тем как мы будем конвертировать изображение и создадим свои материалы нам нужно кое что сделать идем в polygons edit uvis uv texture editor либо через этот шоткат вот если он у вас есть и мы видим то что ювисетов то есть ювисетов у нас восемь штук а не один как допустим при экспорте обиджи и в этом заключается проблема ну для мая никакой проблем в этом нет в этом есть большая проблема для игры если вы в таком виде то есть восемью каналами попробуйте экспортировать модель в игру вы получите просто это ошибку связано это с тем то что игра не любит больше одной юв карты поэтому нужно все остальные удалить сделать это как мы это можем сделать мы выбираем любой канал отличный от единицы точнее их надо будет все выбрать и идем в polygons delete current uviset и повторяем эту операцию для всех каналов со 2 по 8 включительно чтобы ускорить этот процесс нужно использовать кнопочку g на клавиатуре проверьте чтобы раскладка была на английском языке нажимаем допустим третий канал нажимаем кнопочку g и повторяется последнее действие то есть удаление канала и мы вот так вот не спеша удаляем точнее быстро а не не спеша все сделано то есть сделано это только для предотвращения некоторого рода проблем то есть по-другому либо экспорт экспорт в обиджи либо либо это либо иметь ошибку при экспорте моделей непонятно что делать глушитель я экспортировать не буду сейчас объясню удалять каналы его не буду сейчас объясню почему дело в том то что мы можем использовать такую вещь как референс эдит что оно собой представляет create референс да для начала установим проект опять снова в папке вот представьте у вас есть какая-либо сцена на ней есть объект допустим куст этот куст используется во множестве ваших сцен допустим в 1 2 3 4 5 6 и так до бесконечности чтобы не увеличивать постоянно размер сцены мы просто подгружаем этот файл то есть этот куст в эту сцену мы можем его также редактировать и прочее прочее но фишка в том то что этот объект загружается из какого одного какого-либо файла вот в данном случае это у меня так и работает мы идем в mv2 attachment и импортируем глушитель точнее создаем референс и вот мы видим так появился глушитель что единственно нельзя делать с этим глушителем я забыл сказать так это менять материалы или некоторые атрибуты добавлять там или удалять историю это нужно делать только из самого импортируемого файла вот глушитель мы импортировали давайте его пока спрячем объединим наш usp и мы увидели то что usp модель находится здесь а pivot ну то есть точка относительно которой мы двигаем проще сказать вращаем да то есть центр относительно которого движется модель находится в начале координат а не около модели или на где-то на ней чтобы это сделать да мы выбираем давайте не так и проще работать группу да идем в modify центр pivot то же самое мы можем взять для меши да вот допустим выбрали слайд и так же делаем центр pivot да то есть мы видим это что pivot изменил свое положение довольно удобная вещь и очень нужная раньше как дурак объединял как-то двигал криво и в итоге получалось то что pivot находится вот здесь а модель находится в центре ну глупо да вот я тоже такого долго не мог протянуть все таки нашел как это делать и в итоге вот сейчас имею и правильно разбираюсь в этом что мы должны сейчас делать нам нужно поместить модель в центр координат мы можем сделать это на глазок как то да то есть двигать двигать как то а можем сделать с помощью такой вещи как snap функции вот они все да то есть это грубо говоря магнит то есть pivot будет магнититься к чему либо в данном случае к сетки ну то есть вот и вот в этим всем квадратиком который мы видим давайте посмотрим как это выглядит ну вот смотрите я сейчас двигаю влево да модель вы видите то что она двигается только на квадрат то есть на одно деление таким образом я могу поставить модель точно в центр координат чтобы приблизить ну сфокусировать не мотать все время колесиком а приблизить модель нажмите кнопку F вот и все так так повернем сразу ESP чтобы был правильный угол вот давайте его как-нибудь вот так вот подвинем так будет лучше и вот переходим стоп не понял а а так бывает просто переход с мая 2012 на 8 иногда они немного изменили систему компаса то есть он больше в ортографию не переходит как как мая 8 и предыдущих ну вот модель в принципе готова теперь нам нужно подвинуть наш глушитель на место выключим grid ну snap to grid отказал пробел работать поставим его на место нашего глушителя вы видите размер нам нужно уменьшить уменьшаем размер теперь удлиняем ну вот мы это сделали теперь проверим давайте посмотрим как выглядит там я думаю неплохо то есть мы можем удалить модель все что нам нужно сделать теперь теперь мы должны пойти в папку с mv3 и найти необходимые нам текстуры для этого мы либо распаковываем все evd с текстурами в какую-то папку и потом делаем легкий поиск либо шатаемся по evd файлам и ищем то что нам нужно ну вот находим usp-45 так меню картиночку сейчас давайте еще захватим идем в папку с проектом теперь текстуры папку создавать извиняюсь что нам здесь не нужно нам не нужно вот это но я до этого проглядел немного то что нам нужно не нужно чтобы сократить время и вот мы оставляем 4 файла так вот эта папка теперь мы конвертируем evf файлы в читабельные dds и вот что с этим делать дальше открываем их в любом графическом редакторе ну не в paint конечно но в нормальном который поддерживает каналы хотя бы вот я например открываю в adobe photoshop да и пересохраняем вот допустим call карту мы пересохраняем как тега и переименовываем weapon мы сохраняем также а далее добавляем префиксы первым префиксом я всегда обозначаю игру откуда взята модель то есть это mv3 далее следует название самой модели и дальше следует тип текстуры или карты сохраняем сохраняем как 24 бита потому что у нас всего три канала red green blue 32 бита нам не нужно и 16 тоже и включаем выключаем компрессию это по желанию качество от этого не теряется просто сохраняется место на жестком диске по какому принципу давайте откроем это сколько весила бы модель если бы мы сохранили без rle компрессии а это сколько она весит сейчас ну на больших файлах это будет три мегабайта и тут будет от одного до двух а на картах нормали ну почти так же то есть там разницы почти нет как сохранять вот теперь мы открываем карту нормали у вас сразу создается ощущение что это такое и если вы видели до этого карты нормали то вы наверное удивитесь а почему она не голубого света теперь объясню почему дело в том то что Call of Duty меняет местами каналы и получается то что Red Green Blue является зеленым или красным каналом а альфа является или красным или зеленым вот что то между этого а голубой канал он как бы исчезает ну давайте объясню как это происходит вот у меня есть небольшой экшен файл который я сделал сам если мы его запустим мы увидим как это все преобразуется вот и получаем нормальную карту нормали сохраняем название берем тоже только меняем префикс на nml то есть normal теперь открываем карту бликов что есть карта бликов Red Green Blue канал это у нас спк карта то есть альфа карта ну альфа канал представляет собой косин карту или глосси как вам больше нравится поэтому чтобы их разделить нужно выделить нам первые три канала и выделить нужно альфа канал чтобы сделать это давайте посмотрим вот выбираем rgb канал идем в меню save as targo то же название меняем префикс на spk а вот здесь просто выбираем не 3 из 2 бита чтобы сохранить с альфой а 24 бита и компрессию по желанию это не важно ну вот если мы откроем сейчас spk файл мы увидим что это только spk файл то есть альфа канал не сохранился теперь в фотошопе мы выбираем альфа канал идем в мод image мод и меняем его на grayscale и мы получаем вот один канал grey зачем мы это делаем вот вы спросите дело в том то что альфа канал представляет собой только черный цвет от черного до белого или от белого до черного как вам больше нравится и поэтому при сохранении в мод grayscale мы как бы не теряем никаких данных и мы можем спокойно это сделать для того же самого сохранения места на жестком диске можно использовать также rgb канал как допустим используют разработчики ну по мне это не так сильно важно так что видите разницы ну нет просто занимает меньше места на жестком диске и сохраняем и сохраняем как cost да еще такой небольшой момент иногда photoshop после того как вы использовали rle компрессии и перешли в grayscale мод он также сохраняет grayscale изображение тоже с помощью rle компрессии а игра такое изображение не сможет переконвертировать поэтому нужно изображение снова переоткрыть и пересохранить вот вес чуть чуть увеличится да ну и мы видим то что превью доступное раньше не было вот с картами мы покончили осталось одно меню изображения открываем его пистолеты все пистолеты у нас имеют размер меню изображения 128 на 128 поэтому нам нужно будет обрезать эту картиночку что мы сейчас с вами сделаем пытаемся максимум больше не знаю куда обрезать поэтому осталось только изменить размер изображения если при изменении ширины высоты она меняется пропорционально то есть вы меняете ширину и высота у вас также меняется проверьте включена или не включена constraint proportion в данном случае если она включена вы видите да относительно чего меняется вот если я меняю ширину и меняется высота если я отключу это я могу спокойно менять ширину и высоту и мне как-то не важно что тут происходит или нет вот изображение получилось немного сжатым я думаю никто не обидится теперь мы сохраняем его как dds только пересохраним потому что будем использовать dds to ev конвертер чтобы не мучиться с асет менеджером ну вот когда это готово мы можем снова вернуться в мае и создать материалы идем window rendering editors hypershade и мы нам на выбор дается игрой либо создать блин материал либо ламберт материал либо пхонг материал в колоде 4 для всего оружия по умолчанию используется да и вообще для всех моделей используется ламберт допустим вавы black ops используется пхонг и блин но дело в том то что он имеет такое свойство то есть дополнительные блики и поэтому в играх от reark обычно предмет имеет не очень реалистичные такие блики если кто играл и понимает о чем я говорю теперь задаем название материалу назовем его mtlmv3 usp45 теперь нам нужно добавить карту цвета хотя этого делать не обязательно главное чтобы материал был на меш ну мы сделаем это для визуального восприятия и проверки работает ли юв карта то есть ничто с ней не случилось и сам саму текстуру проверим идем в текстур и добавляем колл карту чтобы как бы применить материал на меш мы можем использовать два способа либо выделить не выделять точнее просто вот щелкнуть правой кнопкой мыши на меш и нажать осиган экзистен материал и выбрать наши mtlmv3 usp либо по старинке взять выбрать материал и кинуть его это равносильно особой роли не меняет сделали сюда шикарная теперь сохраним ее быстрый хоткей для сохранения это ctrl s он используется уже везде повсеместно так что думаю не является исключением необходимо сменить этот проект давайте сменим проект папочку не сохранить не сохранить usp 45 сохранили что мы делаем дальше дальше мы можем добавить некоторые а нам необходимо еще сначала переименовать модель подожди точнее часть чтобы для более такого понятного восприятия было я так назвал потому что эта часть модели оружия принадлежит она не должна двигаться в общем говоря то есть слайд у нас будет двигаться эта часть нет мы можем в принципе ее объединить с телом но какая разница это не особо важно нам и остался байок курок точнее все модель прекрасно выглядит сохраняемся еще раз и что нам остается делать чтобы не знаю как правильно объяснить такую вещь в общем говоря если вы захотите допустим передвинуть этот фейс вы заметите да вот я вертекс двигаю или вот я выберу эту грань то что модель как бы слоится да отходит проблема в том то что вот эти вот вертексы да вот в этой точке вот в этой они разделяется по юв карте не знаю как это правильно сказать то есть у разработчика допустим на компьютере или где бы то там еще не было это всегда будет едино то есть вот такого не должно происходить да вот это вот глупость но при экспорте такое вот случается да то есть это особенности экспорта и поэтому чтобы такое исправить то есть нам нужно зайти в edit меню и нажать мерч после этого мы увидим то что если я сейчас выберу эту грань подвигаю ее то есть она уже стала литой зачем нужно это на оружии это практически не применяется то есть эта вещь нужна только для персонажей или для рук игроков но также это применяется если на оружии есть какая-то ткань допустим которая шатается или такой вот ремешок от дула до приклада и вот там вот это тоже очень сильно влияет особенно когда вы работаете с и это очень сильно мешает поэтому об этом тоже не нужно забывать ну вот когда мы это сделали нам осталось только зайти в xmodel exporter и получить модель usp для рига ищем в evmodel evmodel usp и закидываем его в нашу сцену и мы видим то что почему я говорил то что экспорт fbx формата он как-то поприятнее да вот как раз по этой причине то что модель сохраняет реальный размер и нам ничего в принципе не нужно увеличивать менять особо просто вот повернуть на минус 90 градусов или 270 градусов и работать для начала что мы сделаем сейчас мы обнулим free transformation ну то есть обнулим атрибуты то же самое сделаем для этого а для глушителя мы этого сделать к сожалению не можем потому что я уже говорил то что это референс файл я его редактировать можно атрибуты только из этого или сбрасывать только из самого файла который мы как бы добавляем в сцену в сцену далее подвигаем снова используем snap to grid получаем модель примерно в центре все равно не дотягивает двигаем еще раз чтоб двигать модель как бы не видя вот этот манипулятор да нужно щелкнуть на одной из стрелочек то есть направлении или directions как вам нравится больше приблизиться куда нужно и зажать колесико и просто двигать мышкой мышкой то есть зажать колесико и двигать мышкой влево вправо то есть это интуитивно понятно я думаю вы с этим справитесь сами далее мы подгоняем модель подгоняем 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 что мы видим то что у нас эта часть она немного выше нужно ее понизить что нам требуется смотрим сюда что у нас тут получается не знаю что получается давайте приблизимся посмотрим прицел как они совпадают подвинем подвинем так то чтобы сначала мушка совпадала потом сам прицел подвинем дальний сделаем так вот когда мы это сделали мушка у нас совпадает но не совпадает вот эта часть да то есть мы видим что он немного в стороне хотя все равно немножко подвинем чтобы быть на сто процентов уверенным чтобы сейчас прячем модель которая нам не нужна пока чтобы выделить вот эту часть нам нужно либо попробовать разделить между если эта часть не будет выделяться да то есть она будет все равно литой к чему-то принадлежать можно использовать вот это перейти в режим фейсов грани то есть выделить необходимые нам грани и зайти в меж меню и нажать экстракт мы получим то что слайд отдельно да болт у нас и прицел отдельно то есть это как уже вам больше нравится это дело вкуса теперь мы объединили снова слайд и выделили прицел и очищаем историю от вот теперь давайте подбоним быстро кнопочку f5 нажимаем быстро приближаемся и снова используем центр пивот, чтобы не оглядываться назад в поисках пивота и непонятно чего что нам нужно вот вроде отлично стало чуть-чуть наверное левее можно вот проверим давайте еще раз мушку посмотрим или сверху расстояние одинаковое все нормально теперь можно открепить стандартную модель от скелета посредством animation, skin, vtach skin давайте включить скелет наши теги, джойнты как вам больше нравится откроем список развернем его точнее и мы видим теперь смотрим для чего нужен вообще джойнт что это такое да или как в 3ds max это кость называется бонс вот мы двигаем джойнт ничего не происходит да вот мы выбираем джойнт и меж нажимаем скин бинт скин смуз бинт зайдем значит сначала настройки и проверим чтобы все стояло точно так же как у меня и затем нажимаем бинт скин теперь снова выберем этот джойнт болт и мы видим то что теперь наша часть модели то есть слайд или болт как вам больше нравится она двигается но также нам нужно закрепить и сайт за джи болтом поэтому мы делаем то же самое давайте открепим меню дальше у нас следует джип рейс рейр это у нас боёк урок уже не помню далее следует так браз для этого мы немного отодвинем чтобы правильно посмотреть местоположение так так браз ну то есть место откуда будут вылетать гильзы мы отодвинем болт на некоторое расстояние и мы увидим то есть при выстреле будет образовываться вот такая вот дыра и получается вот отсюда должны вылетать пули но у нас видите так браз немного находится левее чем нужно поэтому мы нажмем ctrl z и то есть откатим изменения для джи болта и подвинем много так браз попробуем снова идеально дальше следует так клип его мы не двигаем не трогаем ничего с этим не делаем потому что это анимационно зависимый нужно так сказать теги то есть их двигать нельзя теперь у нас остался так флэш так флэш это место там где происходит вспышка от выстрела ну вот допустим давайте покажу кое-какую вещь вот допустим я сдвинул так флэш непонятно куда да чтобы не сидеть ни сверху сбоку со стороны еще как-то там смотреть и подгонять можно использовать очень просто и легко snap опции ну не вот эти которые мы использовали при перемещении группы моделей а просто для прикрепления какому-то либо вертексу или ребру или еще чему-то нажимаем кнопку в мы видим то что появился кружочек да здесь выбираем любую ориенту ну любое направление зажатой кнопкой в и наводим да вот мне нужно вот сюда чтобы он встал видите то есть тег опустился по z координате на тот уровень на который я показал то есть на уровне вот этого вертекса то есть высота середины дула то есть то что нужно теперь допустим используем x x направление то есть вперед и до сюда вот то есть до конца дула доведем его и нужно до середины нам довести по y направлению все и мы видим то что мы получили так флэш точно посередине дула ну то есть такое вообще занимает недолго времени два щелчка обычно происходит так что я расписал чтобы вам было легче и понятно с этим инструментом в дальнейшем так здесь нам нужно опять снова принять вертекс колор все нам осталось добавить два тега выбираем любой из них какой вам больше нравится вот например джеболт нажимаем два раза control плюс d получаем два дубликата двигаем их один мы двигаем вниз а другой мы двигаем сюда не обязательно кстати говоря вот где расположить нам так сайленсер он не участвует в анимации поэтому тег мы можем разместить разместить хоть здесь хоть здесь хоть здесь ну это чтобы было проще зрительно воспринимать опять же поэтому мы поставим его вот здесь идем снова в анимейшн атак лазер так и останется здесь он будет использоваться для ну лазера в мультиплеере call of duty есть такая особенность то что можно включить в файлах оружия лазер только для режима ночного видения ну я думаю более чем 90 процентов игроков даже и не догадывается то что это фонарик а думаю то что это какой-нибудь лазер поэтому я думаю это будет ну адекватно поставить тег это здесь если у вас кстати есть какая-то модель где используется тоже какая-то модель лазер или еще чего то вы можете также разместить этот тег так лазер в любом месте оттуда при включении ночного видения будет идти такой вот лазерный такой целеуказатель жаль конечно что только в ночном видении по-другому включать только через скрипты вот когда мы это сделали проверяем нажимаем на джиган переходим в аэврейм мод и смотрим то что мы забыли прикрепить бади и вот эту вот частичку от тела их мы биндим к джиган то есть джиган это тег основного основной тег то есть является родителем для всего он участвует в анимации но даже не знаю как правильно это сказать в общем все то что участвует в анимации да вот то есть как тело оно же двигается но при этом от него не отделяется там какая-то часть мы прибавляем его в джиган я думаю сами потом разберетесь если я что то не могу никак подобрать нужные слова вот когда мы это сделали все проверили мы сохраняем модель идем в модул экспортер нажимаем на кнопку add new entry ставим галочку сразу напротив entry 1 и напротив forced export selected joints идем в папку data и экспортируем файл как your model mv3 usp45 теперь что такое set export select export это то с помощью чего мы устанавливаем что экспортирует да вот я нажал set export сбросил выделение моделей теперь нажимаем select export и мы видим то что вот для вот этой ячейки для вот этой вот xmodel для вот этого xmodel экспорт файла будет экспортирована вот эта информация если допустим выберу только тело нажимаем set export нажимаем select export и мы увидим то что что для этой ячейки будет экспортироваться только вот эта часть модели ну ясно же что нам нужно экспортировать все нажимаем set export теперь мы можем нажать либо export selected entries то есть это будет экспорт тех ячейк около которых стоят вот эти галочки либо нажать export all entries то есть будут экспортированы все ячейки независимо сколько их стоят ли галочки около них или нет то есть а ну вот это вот про то что я говорил то что такая вот байда случается нужно с юв картами их копировать вот пожалуйста ошибка сразу удаляем на слайде нужно скопировать и удаляем ее map1 ну все теперь экспортируем снова снова нажимает set export select экспорт нам не нужно потому что уже все установлено нам необходимо нажать либо это либо это ну нам без разницы все модель экспортирована что мы делаем теперь мы идем в model export папку и мы должны теперь сделать новый gdt файл наверное все кто когда-либо попробовал экспортировать модели или вообще просто работать с asset manager видели то что при нажатии на кнопку new и и последующей попытки что-то скомпилить в этой в этом gdt файле ничего не происходит да я так и не понял за чего этот баг происходит но нашел такое решение нам нужно скопировать уже готовый gdt файл в вашем случае это будет vmodels gdt и переименовать его допустим как там переименовываем заходим в asset manager и открываем его вот теперь все будет почему-то адекватно работать удаляем у меня тут до этого предыдущие работы потому что я скопировал gdt файл теперь создаем новый материал материал должен назваться точно так же как и в мае то есть вот он mtl mv3 usp 45 дальше surface сразу изменяем либо на нон либо чтобы помочь там карта строителям если они будут использовать ваши модели сразу указываем тип поверхности объекта то есть для у нас это металл будет и дальше добавляем текстуры первое color map это текстура с префиксом call normal map это текстура с префиксом nml и specular map это текстура с префиксом spk и casin карта это текстура с префиксом call нажимаем f10 и видим то что материал компилится все материал готов теперь нам необходимо скомпилить xmodule файл переименовав его как назовем его точнее viewmodel mb3 esp45 тип мы указываем animated и указываем путь к нашему xmodule export файлу это у нас находится вот здесь и нажимаем также f10 ну все все готово и что нам дальше требуется дальше мы идем в open code new tools source data vipon settings.mp находим здесь файл usp.mp нажимаем копировать добавляем префикс mv3 usp в дисплей name меняем vipon mv3 usp здесь включаем лазер вот он показывает лазер в режиме ночного видения то что я вам и говорил проматываем чуть ниже это так мы и оставляем урон ничего прочего мы трогать не будем потому что сделаем небольшой упор на баланс и вот доходим до части xmodels здесь мы меняем xmodels на viewmodel mv3 usp45 и нажимаем компил ну f10 чтобы скомпилить модель word модель делает точно так же как u модель просто там все биндится к тегу одному всего лишь поэтому это чуть позже давайте разберем это не очень сложно поэтому на этом заострять ваше внимание я не буду из мая наверно можно выйти потому что я думаю мы все сделали верно что нам теперь осталось нам необходимо теперь сделать наверное новые звуки или можно использовать старые ну для глушителя если давайте все таки попробую я не правда не уверен если для usp новые звуки в mv3 ладно в mv3 все звуки хранятся в localist common.mp вы чтобы получить вот такой вот архив как у меня вы должны открыть ffeiver и открыть localist common.mp в нем самом то есть посредством open fast файл и распаковать у вас получится localist common.mp.dat ну я его переименовал в mv3 localist common.dat открываем его и пытаемся что-то сделать поиск какой-то что-то есть давайте посмотрим ну да вот выстрел есть давайте послушаем как вообще рипать я до этого делал тоже видео и до сих пор оно лежит но оно немного не полное я забыл про кое-какие вещи сказать ну в общем мы должны полностью все скопировать после wav. то есть с небольшим запасом чтобы как бы не только кусок там допустим какой-то звука оторвать а полностью звука выдрать нам неважно то есть много или мало мы оторвем главное что оторвали оно как бы неважно оно все обрезается и так тут два варианта и глушитель да глушитель ну промежуточно называем так оно все равно будет переименовываться скорее всего я догадываюсь что часть звуков будет в моно а часть звуков будет в в этом в стерео ну вот давайте кстати еще скопируем звуки перезарядки чтобы делать полный рип я не помню если честно насколько они отличаются поэтому будет конечно немного обидно то что если скопируем то же самое то что в код 4 имеем то я думаю немногие так ладно flip out что у нас осталось здесь лифт она не используется в код 4 толком так ну все да мы полностью выдрались все теперь мы идем в аудасити либо либо если вы предпочитаете другой какой то аудиоредактор который поддерживает импорт звуковых файлов без заголовка мне как то опять же все в ваших руках и вот мы экспортируем chamber все звуки перезарядки они будут в основном остроконечники и все время будут моно только то есть давайте ну вот я слышу как бы это оно нормально да идет то что нужно как нам проверить вот когда заканчивается звук между звуками вы можете видеть вот такую большую пазу да вот она или вот или вот такая чуть поменьше и то есть довольно просто их отличить то есть самый первый звук это тот что нам нужно остальное это лишнее то есть те обрезки про которые я вам говорил мы импортировали chamber да насколько я помню экспортировать chamber ctrl v w точнее это будет закрыть проект или вот оно просто ход кей сразу удаляем лишнее экспортируем clip in проверяем а вот здесь уже нужно использовать тупо конечник иногда при экспорте слишком больших слишком маленьких или еще каких-то тонкостях я точно не уверен или это как-то связано наоборот со структурой фас файла в итоге мы получаем так то что иногда звуки перезарядки и бывают и записано как тупо конечник а иногда как остро конечник и надо просто побаловаться немного до получения правильного результата в общем грубо говоря не знаю остро конечник но здесь уже остро конечник ну то есть это все тонкости главное чтобы вы понимали то что если звук слишком быстрый значит используется только один канал а не стерео да если звук слишком быстрый то есть если медленный значит используется не моно стерео и если вы слышите шипение а не звук значит нужно поменять байтовый порядок последовательность байтов то есть это самое главное нужно запомнить а в остальном это вот только вот так вот обрезать и сохранить обрезать и сохранить и главное найти фас файле остались выстрелы у нас да сайлансер звуки выстрел с глушителями обычно тупо конечники вот как сейчас да и иногда стерео иногда молно я так толком опять наоборот не тот файл выбрал только не вот это обычный выстрел все в стерео формате нормально обрезаем а файр 2 это скорее будет у нас моно выстрел это для ну да это можно не трогать даже сразу удалить объясню почему удалить сразу можно дело в том то что в мв3 улучшено как бы позиционирование звука и поэтому для выстрелов оружия третьего лица то есть то что слышит игрок когда кто-то другой стреляет используется моно да то есть чтобы легче было определить где он находится или как то так вот а в код 4 ну можно это добавить но ну место в модах и так как бы недостаточно поэтому приходится экономить и делать вот такие поблажки да и все равно она не так слишком отличается чтобы так расстраиваться что то я путаюсь уже здесь уже используется стерео то есть звук я слышу слишком медленно так вот что ж такое то или нет что я открыл извините так или нет похоже это такой звук да странно ну ка то давайте проверим посмотрим просто а вот здесь вот 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 здесь используется моно значит а ну да звук такой действительно конечно вы не слышите я просто слух рассуждаю все таки выглядит немного нелепо вот то что нам нужно было это часть удалить все сохраняем ст закрываем больше нам ничего здесь не нужно теперь мы все это берем вот так вот идем в папку с модом которую вы будете делать или не делать заходим в папку у меня например вебс или вы можете создать папку прям тут без разницы кидаем это все сюда и переименовываем в правильный формат заготовочку все что вам нужно будет сделать дальше если понадобится поиграться с настройками громкости хотя это можно сделать спокойный саунд алиас файлов про которые я оговаривался в уроке по анимации что они собой представляют давайте скопируем уже готовый какой нибудь один переименуем его удалим это этому не нужно теперь нам нужно зайти в папку с исходниками и просто скопировать информацию мы находим но трек какой нибудь один допустим вот делаем по нему поиск фразу нашли лифт у нас не используется и остались у нас фаер да сейчас и фаер пауэр и фаер пауэр это а вот кстати много звуков таких пластынок меню ZSD out USPSD fire все мы скопировали теперь мы можем теперь нам нужно изменить путь и соответственно название для этого мы идем снова в папку sound webs usp и смотрим вот так у нас выглядит путь мы переименуем как как она у меня называется web usp45 и дальше вставляем название это у нас clipout значит копируем вот это вставляем сюда дальше мы копируем вот это вот клише чтобы не заморачиваться по многу тут у нас полностью придется заменять копируем, копируем и таким образом мы получаем рабочие звуки сейчас что у нас дальше clipin надо убрать v1 и chamber v1 здесь надо добавить это мы трогать не можем это note track а вот здесь мы можем добавить идентификатор то есть то что это из mv3 взято и осталось и получим и осталось обычным выстрелом ну вот мы получили то что нам нужно Сейчас одну минуту мне звонит телефон Так, прошу прощения, я снова здесь Мы копируем Вставляем префикс mv3 Там где это можно сделать Все получается Вот эту часть мы тонуть не можем Потому что она находится в нодтреках А нодтреки задаются на анимации То есть, чтобы изменить эти названия Нам нужно изменить саму анимацию Грубо говоря А тут чамбр другой даже используется Еще лучше Ну, дело в том, что звук Может поменяться, кстати, на другой анимации Так что Добавлять это или не добавлять Дело ваше, но звуки выстрела Мы поменяем точно Делаем заголовок Ставим либо решетку, пробел Либо запятая, пробел Пробел обязателен, так что Обратите на это внимание Решетка выглядит как-то посимпатично, наверное Все, задали заголовок Так, а теперь скопируем информацию Пока silencer версию мы не делали Так что Можно просто вот это вот сделать Не, все-таки я думаю не стоит менять эту часть Оставим звуки перезарядки те же Вырезанные звуки я оставлю Хотя лучше я просто закомментирую Оставлю это вам Добавлять это или не добавлять Дело ваше И нужно добавить еще Релот Надо опять зайти В папку raw Sound Aliases и common То есть Это файл в котором хранится почти вся информация Насчет sound aliases Ну то есть практически все может быть найдено тут Ну вот не знаю трогать, не трогать Как хотите, ладно Оставим так Что мы делаем дальше Звуки выстрела Все сделали Теперь файл оружия мы изменили Все изменили Иконка Оставим ее такой же Так что все нормально Проверяем еще раз Нажимаем F10 И Япон файл готов Идем в mp И ищем наш файл mv3 mv3 dsp Далее просто проверяем его как На обычном моде Я не знаю сколько видео Сожрет Если я запущу это все У себя Точнее начну снимать во время игры Так что Ладно все таки попробуем Теперь возвращаемся в папку с модом В котором мы добавляли звуки Заходим в мод csv Оступаем некоторое место Делаем заголовок Такой же Мv3 dsp45 Прописываем xmodule Который мы добавили Материал Который мы добавили И Все А нет Подождите Еще звуки Теперь все Теперь нужно нажать кнопку make mode.bat Ой какую кнопку иконочку И Радоваться потому что все уже начался Начался процесс грубо говоря Все что нам осталось проверить модель в игре Прослушать звуки И Соответственно сделать модель мира И версию глушителя Теперь Пока идет Сборка мода Потому что у меня там Всякого Разного хлама Очень много Пойдем найдем И Ив файлы Которые нам нужны У нас будет ESP45 Поиск делаем По папке raw Или просто в папку images Зайти Как вам проще будет Нашли три файла Давайте скопируем их сюда Кидаем их в один из evd В папку images Кому-то может показаться Такой Тип работы странным Потому что Многие предпочитают Тестировать на Картах Или еще где Ну Я так Просто очень давно Привык делать Точнее вот так Тестировать вещи Поэтому Я так В принципе И дальше буду делать Там нужно удалить Ну в принципе Давайте запустим Мод посмотрим А А не Файл оружия мы добавили Все нормально На Забыли Спрятать Еще глушитель Правда Ну то есть Сейчас Пошла Мелочь И настройка Грубо говоря Грубо говоря Грубо говоря ну мы видим то что модель работает нормально да лазер у нас есть единственное то что меня смущает вот это вот небольшая дыра хотя пусть так наверное и задумалась и не знаю почему тут дыра около байка этого все в принципе работает нормально можно игру закрывать моим процесс игры или просто выходим из нее как кому быстрее будет и возвращаемся исправлять наши небольшие ошибочки мои точнее там где мы вписывали x-model да есть такое небольшое окошечко high text сюда мы должны добавить так сайланса то есть спрятать глушитель игра может прятать те или иные теги допустим я могу спрятать обойму до добавить так клип сюда и то есть во время игры я не буду ее видеть в этом вся суть то есть мы можем добавить на одну модель кучу разных обвесов а потом просто прятать их и показывать вот таким вот образом файле оружие единственное то что больше 8 хай тегов нельзя добавлять иначе игра будет вас просто выкидывать когда мы это вот сделали я услышал звук выстрела его надо сделать чуть потише сейчас я это верну сделаю для этого мы заходим sound alias файл и находим выстрел и редактируем вот эти два параметра они отвечают у нас за громкость 1 отвечает за минимальную второй за максимальную ну то есть обычно уменьшая их на 10 где у нас еще чтобы не слишком громко было наоборот вот так еще в принципе можно сейчас сразу сделать версию с глушителем так как все работает нормально для этого мы скопируем файл точнее добавим префикс удаляем хай текс так как у нас есть глушитель следовательно нам его прятать незачем верно ж вот теперь идем в файл и списали он рмп и копируем world flash и view flash то есть это эффект вспышки от выстрела если этого не сделать у вас также сиять будет то есть как при обычном выстреле когда мы это сделали необходимо теперь поменять и звуки выстрела вот здесь мы сделать можем в принципе все все готово нажимаем f10 проверяем еще раз да еще одна деталь чтобы на радаре не показывала то есть и для чего ставят глушитель для того чтобы не было видно на радаре при выстреле нужно поставить вот эту вот галочку сайл сайленсит ну и так как оружие глушителя мы можем немножко порезать урон чтобы сделать его были сбалансированы совсем чуть-чуть чтобы не обижать игроков и урезать файл рейд и дистанцию давайте на 20 режем тогда чтобы не совсем сильно то есть чуть-чуть совсем обрежем что хотя бы чувствовалось переделаем мейкл точка переделаем моды фэр потому что мы изменили сам талиас файлы и нужно их обновить и скопируем есть спирт это камеры с оружием Идём проверять. Не знаю, конечно, что вы увидите. Я вообще не уверен, что Камтасия адекватно снимет игровой процесс, и скорее вы увидите какие-то артефакты. Поэтому я, наверное, заранее лучше извинюсь. А что тут взять-то? Ну, мы видим, что всё адекватно работает, лазер работает. Теперь проверим версию с глушителем. И на этом, в принципе, наша работа и заканчивалась. Звук глушителя нужно немного проработать. То есть, основная фишка заключается в том, что звук глушителя изменяется непосредством редактирования самого звукового файла, а посредством твиканья, то есть незначительных изменений, саунд-алиаз файла и именно опций, отвечающих за скорость. Они находятся вот здесь. То есть, вот эта у нас громкость, а вот эта у нас идёт скорость. Надо, наверное, её повысить, я так думаю. Наоборот. На неё уменьшить, как было. Тут и так стоит. Ну, отлично. Сделать звук можно немного и погромче, если честно скажу вам. Наверное, на этом стоит и завершить. Хотя, ну, наверное, модель мира вы и сможете сделать сами после такого большого экскурса во всё это дело. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это. В общем, все необходимые файлы я приложу с видео вместе. И надеюсь, вам понравилось это видео, хотя я не очень умею грамотно рассказывать всё это, потому что всё время приходится писать с первого дубля. Надеюсь на понимание и спасибо всем за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!